Приветствую вас, вы знаете, прочитав вопрос и ответ эксперта на него, на момент записи моего ответа у вас был только один ответ, самый первый, самый верхний. И вы знаете, вот я в начале, да и наверное сейчас, в принципе, в чем-то, я соглашусь с коллегой, наверное, в том, что он, в том, что он и говорит по поводу того, что мужчина не обязан любить вашего сына. Это действительно так. Он его любить не обязан. Но есть небольшая проблема. Дело в том, что любить-то он его не обязан, но вот любить вас, любить женщину и не принимать ее ребенка, это невозможно. Ведь ребенок часть вас. И, значит, мужчина, получается, не принимает какую-то часть вас. А это, как вы сами понимаете, не любовь. Вам решать строить отношения не на любви, а на чем-то другом или нет, это сугубо ваше право. Это сугубо ваш выбор. Вот. Я же думаю, что необходимо поговорить, прошу прощения за звуки, необходимо поговорить о том с мужчиной, почему он не может принять вашего ребенка. Вы пишите, что он его раздражает. Но раздражение – это ведь проблема мужчины. Это проблема мужчины. И если это его проблема, то именно ему с этой проблемой что-то нужно делать. Именно ему, а не вам. И, вероятно, причин здесь несколько. Либо ребенок напоминает ему себя, мужчине, что-то он видит общее с ним. Либо мужчина ревнует. Ревнует. Тебе гребенок глаз к предыдущим мужчине. А значит, он не уверен в себе. И правда заключается в том, что эти причины, они довольно серьезные. То есть, если мужчина ведет себя так, то у него есть определенные стимулы, определенные мотивы так себя вести. И если они есть, я имею ввиду мотивы, они не исчезнут сами по себе. Они не пройдут. И когда вы примите какое-то решение, когда вы все-таки будете как-то соотносить их обоих, то ваши ссоры никуда не уйдут. Потому что раздражающий фактор останется, это ваш сын, и мужчина останется тем. И если ваш сын, в принципе, никому ничего плохого не делает, то, к сожалению, ваш мужчина неадекватно воспринимает мотивы. И именно эту неадекватность нужно менять и корректировать. Соответственно, совет, как вам поступать на литейском уровне, я думаю, может дать кто угодно. Как приколок я вижу у вашего мужчины проблемы, и как приколок я не понимаю, почему вы терпите то, что мужчина не принимает часть вас. Полностью вас не принимает часть вас. Естественно, не понимаю, это здесь употребляется в контексте риторического выражения. То есть, иными словами, риторическое выражение это, я понимаю, я понимаю, почему вы это делаете, и вы сами отвечаете себе на вопрос, на этот вопрос. Потому что не можете без этого мужчины, вы без него не можете. И вот это, то, что вы не можете без него, чрезмерная значимость мужчины для вас. Избыточная мотивация, ваша мотивация избыточная быть с ним, играет с вами, к сожалению, здесь злую шутку. Видите ли, значимость человека, любого человека, нельзя преувеличивать. Значимость человека, любого человека, нельзя делать преобладающим. Вы, такое у меня складывается впечатление, придаете своему мужчине чрезмерное значение. Вы в нем очень сильно нуждаетесь. И вот именно вопрос вашей нужды в нем я бы и хотел с вами разобрать. Я бы хотел, чтобы вы подумали в контексте, ну, в контексте именно себя. Чем вам так важен, так нужен этот мужчина? Почему он для вас так важен? Чем он для вас так важен? Вам необходимо снизить свою зависимость от него. И тогда вы получите совсем другое представление о том, как вам в этой ситуации действовать. Понимаете, если вы его любите, если вы его именно любите, то вы, наверное, хотите, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы мужчина был счастлив, то, опять же, наверное, вы понимаете, что ссоры с вами и ругаются с вами, мужчина уж точно не становится более счастливым. А значит, значит, что-то с этим нужно делать. И вот определите для себя потребности, свои потребности, которые у вас есть в рамках взаимодействия с этим мужчиной. Подумайте, почему он вам так важен? Почему он для вас так ценен? Чем он для вас так важен и чем он для вас так ценен? Постарайтесь вот это для себя определить. Это очень-очень-очень-очень важно для вас. Понимаете, ребенок растет без отца. И ему, я имею в виду ребенку, конечно, очень тяжело. Потому что, ну, дети всегда довольно тяжко переживают, когда в жизнь приходит другой мужчина. особенно, ну, особенно мужчина, я имею в виду, вот, такой, то есть, который как бы отец. Как бы отец, но сегодня не совсем отец, да? Вот. Ребенок, понятное дело, его не принимает. И надо сказать, что это нормально. Просто он его не принимает, это совершенно нормально. Нормально для ребенка, но для отца это ненормально. То есть, для мужчины это нехорошо. Поэтому я думаю, что вот эти два направления. Направление, направление связанное с мужчиной. То есть, проработка проблем мужчины и проработка вашей нуждаемости в нем. Вот эти вот два направления, которые вам необходимо обязательно проработать вместе с психологом. Без этого вашу проблему не решить. Если мужчина не хочет решать свои проблемы, если не хочет мужчина осознавать, что у него трудности, тогда вам нужно самой этот вопрос решить. Именно самой и просто потому, если другого варианта нет. Иначе так и будете вы травмировать своего сына. И зависеть от мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!